Каждый год с начала войны в Чечне отряд специального назначения «Ураган» отправлялся в зону боевых действий, чтобы выполнять стратегические задачи. Так было до середины нулевых. Бойцы вспоминают длительные командировки, непростые условия, в которых приходилось работать. В марте 2000-го четыре офицера отряда «Ураган» отправились в Чечню снова, на второй штурм Грозного. И в предгорном селе Комсомольское с 5 по 20 марта стали участниками решающего сражения этой войны. Самый сложный день, рассказывают ивановские бойцы, был 5 марта. Бой длился несколько часов, и противник численно превосходил в несколько раз. Это был какой-то ужас. И так уже после этого 5 часов было вообще на все уже фиолетово, только бы это, отстреляться от этих дятлов. И хорошо, приехала к нам, подоспели пацаны с Альфы. Пять человек, снайперов. Вот вообще много они жизней спасли. Григорий в командировке в Чечню ездил неоднократно, но такого прежде видеть ему не приходилось. Это был спецназ Гилаева. Какие-то там черные волки или горные волки. Шлепали такие они по этому ущелью. Хорошо они не вышли просто на нас, а шли по ущелью. Холод завернут такие в шкурах. Все такие, ну это был спецназ Гилаева. Там мы, пацаны такие. И там такие бородатые дяди, все метра под два, здоровые. 100 килограммов не было никого. Одно хорошо, попадать не было. Легче. Бойцов было немного. Взвод солдат и пять танков. Еды и воды не хватало. Боевики не подпускали к военным подмогу. Приходилось выживать. Воды не было. Вот три воды не было, да. Ну хорошо, это была весна. Снег. И вот так же, как сейчас солнце. Снег, солнце, снег, солнце. Из-за этого, как говорится, лужи кругом. Там это, конечно, хорошо. Евгений в спецназе «Ураган» трудится до сих пор. Вот уже 26 лет. После второго штурма Грозного он получил награду и стал кавалером Ордена Мужества. В основном бои, все такого внезапного, засадного действия. То здесь, как говорится, немножко маленькая такая, как говорится, вот может так увидели. Как вот, ну велика часть войны. Да, то есть там было, как потом выяснилось, примерно так, от 700 до 900 человек проходили в эту ночь. По оценкам специалистов, в ходе боев за Комсомольское погибли 50 человек, еще 300 были ранены. Ивановцы не пострадали. Наверное, мы чуть ли не единственный, наверное, отряд, у которых не было потерь. Везло, просто везло. Где-то случай, где-то командир, где-то, ну короче, очень везло. Почти 20 лет спустя бойцы спецназа «Ураган» вспоминают те события детально. Рассказывают, как было сложно, опасно и временами жутко. Битва за Комсомольское стала последней крупной во Второй Чеченской войне. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова